Свой студенческий билет сегодня получил Дмитрий Воробьев. Сам парень родом из Нижнего Новгорода, но для продолжения учебы он выбрал Самарский государственный институт культуры. При поступлении в ВУЗ Дима набрал 378 баллов. Он играет на Домре и поступил на музыкальный исполнительский факультет. Я как-то начал заниматься с самого детства, к нам в детский сад. Пришел преподавать, начал агитировать. Я как-то, когда услышал звучание своего инструмента, я понял, что я хочу этим заниматься. И впоследствии так вышло, что я этому посвятил практически всю свою сознательную жизнь. В институте культуры всех первокурсников сегодня встречали традиционным праздничным концертом. В этом году ВУЗ стал богат на 350 творческих личностей. С Днем знаний студентов поздравил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Я очень люблю институт культуры. И всякий раз, когда я сюда прихожу, это какой-то небольшой праздник. Даже если эти приходы или приезды связаны с какими-то рабочими моментами, вопросами. И замечательный сегодня получился, ну, это даже не праздник, не День знаний, а полноценный концерт. В этом году в УЗИ случился большой целевой набор, благодаря которому 28 человек будут обучаться на музыкально-исполнительском факультете и в дальнейшем работать в ведущих учреждениях культуры региона. Это наши давнишние партнеры, друзья, поэтому с первого курса ребята, студенты будут практиковаться там, постигать творчество и искусство не только в УЗИ, но и на настоящей сцене. Я надеюсь, что в скором времени мы их увидим, будем им рукоплескать в этих замечательных залах. В этом году Самарский государственный институт культуры отмечает 50-летний юбилей. Благодаря содействию Министерства культуры России и депутата Госдумы Александра Хинштейна выделили средства на реставрацию фасада главного корпуса образовательного учреждения. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События.